Я хочу поговорить с тобой наедине. Марк, не до тебя сейчас. Катя пропала и Алина сбежала. Мы их ищем. Я не знала, что у меня есть младший брат, но при чем тут это? Мишель, Соня на самом деле неплохой человек. У него просто большие проблемы в семье. Их бросил отец, мама много работает, а с рождением брата все в жизни у них радикально поменялось. У него какая-то редкая болезнь, которую можно вылечить сегодня в нескольких клиниках мира. Привет, Настя. А где все наши? А кто тебе нужен? Ну, наша компания. Тут никого нету. Они все ушли искать Алину, потому что она набила татуху, и Саша на нее накричала. И она убежала. Зря мы пришли обратно, они все равно не вернятся в школу. Ну, проверить надо было. Вон Марк сидит. Идем подойдем к ним. Да, странно, что без Сони. Маргарет, привет. А Кэтрин еще не дома? Нет, не поняла. Почему вы не вместе? А где она? Кэтрин, you better have a good explanation for all of this. Кэтрин, я не лезу в твою личную жизнь, я уважаю твои границы, но мы пришли в школу вместе. Как бы, надо меня предупреждать. Я больше не буду тебя прикрывать. Ну и не надо. Я и не просила. Соня с вот кудаку. Поехали. 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 What we have here. New York hospital the family is short of money and I'm kind of thinking of trying to help them and how are you going to do that? That's the problem. The only way I can do it is to reach out to people using my Instagram, but my contract Absolutely does not allow me to collect funds and participate in charity. Oh shit True. I was gonna refuse but I feel kind of weird knowing that I could have helped and did nothing I know you may think this over it will break your career I would have done it myself, but my 20k followers won't be much help I know I don't know what to do. Think about it. Maybe it's better to sign the contract and earn money and actually help them I was considering this but the problem is that they don't have time Shit Okay, I'll let you know what I decide. Yeah Где-то там в центре Манхэттена Ее жизнь скрыта секретами И она никогда не мечтала Что-то в ней поменять Где-то на крае Питера Ее счастье очень сомнительно Но она с этим справится Этот челлендж сможет принять Ты встречаешь людей, ты забудешь друзей Ты влюбляешься сердцем горячим Кто-то предан тебе, кто-то предан тобой Кто-то скоро предаст не иначе Среди множества дней одиноких ночей Ты поймешь, что твое и надолго Кто-то будет беречь, кто-то рушить И жечь и сердца разобьет на осколки С кем ты станешь врагами? С кем ты станешь друзьями? Кто-то маску сменил, кто-то душу открыл Кто-то стал тебе сниться ночами И нельзя угадать, и нельзя предсказать Как кружит ураган наших судеб Ты доверишься судьбе и, конечно, себе В жизни встретятся разные люди Разный наш мир Разные мы С кем-то нам дано повстречаться Кто-то в прошлом должен остаться С кем-то нам дано повстречаться Кто-то в прошлом должен остаться С кем-то нам дано повстречаться Кто-то в прошлом должен остаться Да успокойся, Саша все понял, Мишель наорала на него и вправила ему мозги Да он по-любому уже жалеет о том, что ты так разговаривал с тобой Да все равно родаки будут меня ругать, я не хочу идти домой Да успокойся ты, когда они увидят твою татуировку, будет уже лето, а сейчас только октябрь, тебе 17 лет, ну серьезно? Ей 16, в 17 ей только исполнится Да блин, я не боюсь родаков, тем более я уже купила эту машинку, пошла на курсы, я добьюсь своего Если меня выгонят, можно я у тебя поживу? Конечно можно, но тебя никто не выгонит, вам нужно успокоиться, идемте выйдем на улицу Так что не переживай, Саша тебе все равно ничего не скажет Да откуда ты знаешь, я на него наорала и убежала Да Мишель с ним говорила, я уверена, что он ее понял Саша никогда никого не слушает, он тебя стоит на свое Подожди, он же мне раньше говорил, что он вроде бы уезжает Да, он уезжает, но я не хочу его как-то видеть до отъезда А куда, если не секрет? Да, он уезжает в США, ему какая-то школа, колледж вроде бы Предложили контракт на один год А дальше он посмотрит, что-то там с Катеньева было и он не хотел из-за этого ехать И сейчас может уедет, не знаю Ну тогда вообще тебе не о чем волноваться Тебе обязательно нужно вернуться домой к брату и попрощаться с ним И тогда утром он просто спылил, скорее всего, из личных переживаний Прости его Да я его прощаю, просто я не люблю, когда меня кто-то контролирует или упрекает Он прям любит это делать Давай мы с Максом тебя проведем, ты ведь говорила, что ты недалеко живешь? Да Я сейчас позвоню Мишель, скажу, чтобы она не переживала Да-да-да, расскажи-ка мне лучше, как у тебя походит обучение на трудом мастера Девчонки, какие-то странные после Москвы Как будто кошка между вами пробежала Вы не поссорились? Да не, мам, все нормально Просто у каждого появились свои дела И, кстати, я сегодня задержусь на пару часов после школы Да, я тоже Пойду с друзьями выбирать костюм для хэллоуиновской вечеринки У вас будет вечеринка? Да, школу организовывать, там праздник какой-то Думаю, будет прикольно Будет маскарад Вот, поэтому А ты, Катюша, куда идешь после школы? А у меня есть другие дела по школе Потом пойду выбирать костюм Ну ладно, девчонки, я думаю, все-таки не поссорились Все-таки вы сестры Или неужели вы не поделили этого парнишку блондинистого из Англии? Нет, мам, я на крысы не претендую Он полностью Мишель и мы не садились Да, Маргарит, все хорошо Ой, как меня достали эти соседи с отбойным молотком Ну что, ты читала документы? Подожди, секунду Я же подойду Эм, да, читала Бедный малыш Да, и что ты решила? Марк, я не знаю, что делать Ну почему? Тебе же это ничего не стоит Ты ошибаешься Почему? Ну, ты же знаешь, наверное, от Сони, что я хочу подписать контракт с агентством Да, знаю Так вот, даже если я выкручусь насчет нахождения в России Потому что сказала, что получила неожиданный сюрприз Ах, вот почему ты поломала Сони планы и призналась, что ты в России И еще фотографии с России постила А мы не могли понять Вот ты хитрая Ага, но вот даже если я выкручусь и скажу, что узнала о малыша во время своего визита в Россию Я по контракту категорически не могу делать денежные сборы в своем инстаграме Блин, я не думал об этом Понимаешь, я могу помочь Джоне, но я потеряю свою работу и, возможно, свернуться в Америку Я понимаю, ты отказываешься Соня так и говорила Да, но я не отказываюсь из-за злости к Соне Я не знаю, как поступить Я много лет работала ради того, что имею И это моя работа, понимаешь? Я понимаю, Мишель Я бы ради Сони отдал бы все, но я не могу ничем помочь А твой отец, он не может одолжить денег? Я скоро заканчиваю школу Я пойду работать И Соне тоже Мы отдадим все Марк, он не вариант Я им столько врала с мачехой Он мне просто не поверит, что эти деньги нужны для ребенка Да и плюс Он занимается благотворительностью Он не захочет это делать в России Непонятно для кого Как ты представляешь, чтобы я ему рассказала о чужих людях И просила такие суммы? Да, я понимаю Спасибо тебе в любом случае Пусть это останется между нами Потом договорим Это то, что я думал? Соня, идем Я с Мишель говорил о костюмах у Хэллы На Хэллы Мы тогда договорим костюмы на новом Привет 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 Ну что, принцесса, идем за костюмами? Да С кем ты будешь? Я буду женщиной-кошкой Да, прикольно А я еще не определился Ну ничего страшного Сейчас что-нибудь тебе найдем Крис, у нее появилась личная жизнь. Ты что, не понимаешь? Идем домой, я переоденусь и пойдем. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok